60 тысяч долларов с вами будет работать вот уже опытный водитель там например я хаммер непростой ребята такое вы еще не видели вот он сам собой витя ржет приготавливаясь идти в самую прикольную невероятную сауну которой я вообще когда-то был как выглядит американская порция все-таки коронавирус и так далее в общем забрали мне заказ но она взяли хаммер h3 вообще не моя машина в плане не для in close но нечего делать она более-менее в хорошее место то есть в атланту идет но мне за ней ехать ребята три часа 100 150 майлов вот по такой красоте благо то что говорится наслажусь пейзажами красивыми и видами очень похожая вообще считаю вина вот с аляскинской очень похоже кстати я так и не выкладывал этот блок надо поискать и возможно его выложить там все-таки прикольно есть что показать есть на что посмотреть как грубо говоря обжили нашу территорию американцы насколько хороший сервис там и все остальное тоже я думаю было бы вам интересно а Субтитры сделал DimaTorzok Итак, сегодня мы забираем Hummer Hummer непростой, ребята, такой вы еще не видели Это H3, H3 Hummer и еще и пикап Вообще, когда-нибудь такое встречали, я, если честно, такого не встречал никогда Как он залезет, я не представляю, но будем пытаться впихивать невпихуемое В принципе, у него колеса позволяют, если что, там как-то Не знаю, надеюсь, он влезет Просто танк какой-то И вот, по идее, мне бы его задом загнать Но задом это, наверное, надо вообще, там, новый уровень профессионализма Поэтому пока будем пробовать загонять его передом Ну что, закрепил я его Значит, я четыре с утра покинул по колесам Колеса широкие, в принципе, сцепление хорошее Я помню, перевозил такие внедорожники, они как бы нормально Знаете, это такое приключение, которое прямо Вот нифига не нужно было бы Но вот, нате Нате Вы хотели патить? Нате Ладно, погнали Все, выехали, друзья Ехать нам Посмотрите, какая красота Как на вертолете С высоты птичьего полета просто спускаемся Ехать нам, в общем Одиннадцать с половиной часов Семьсот шестьдесят майлов, по-моему Время прибытия у меня вообще будет ночью Ой, точнее, с утра в шесть тридцать Я так думаю, что я всю дорогу не буду ехать Я проеду просто какую-то часть И потом Лягу спать И проеду потом ее До обеда Поэтому, ну, у меня как бы там позволяет время Поэтому все нормально Все под контролем Мне часто задают один и тот же вопрос Хотелось бы на него ответить Смотрите, ребят Вопрос состоит такой Если я куплю трак Могу ли я Работать Сам на своем траке То есть, ну, все Резко хотят стать бизнесменами И так далее Я хотел бы внести небольшую ясность Смотрите, ситуация следующая В этой профессии Ну, смотрите, вы Абсолютно новый человек В этой стране Если у вас там слабый английский Еще что-то Ну, как вы думаете Как вы будете резко вот так вот Становиться Овнером Вы даже, наверное, и этого выражения не понимаете Что это значит Соответственно Я рекомендую И это даже не то, что рекомендую Это как правило Это просто золотое правило Для начала Если вы хотите там Вкладываться, не вкладываться Но вам в любом случае Надо для начала Покататься самому Узнать это все изнутри Вообще Я рекомендую Узнать все изнутри Стоит ли этим заниматься Не стоит Возможно, это вообще не ваша тема Понимаете Многие берут по неопытности траки Но потом платежи Они превышают весь вас заработок Либо просто уравниваются И по выходу Когда вы вычитываете Не только бензин и топливо А еще и обслуживание Через месяц-два Какую-то поломочку Еще что-то То получается Просто некоторые вообще В ноль работают А то и в минус Поэтому Я рекомендую Для начала Естественно На месяц На два На три Все зависит Как вы быстро схватите Узнать эту профессию Полностью ее Изучить Посмотреть Оно Ваше Не ваше Вы узнаете все Поверьте Вы узнаете все подводные камни Вас наобучат Вот с первого же дня Когда вы приходите На устраиваться на пикап Вы Можете не иметь Никакого опыта Вообще Вождения Этими Этими пикапами Но Вас всему обучат Вам все покажут Все расскажут Ничего сложного нету Ничего сверхъестественного Тоже нету С вами будет работать Вот уже опытный водитель Там например я Посажу вас здесь Расскажу Здесь надо так Здесь то Здесь это Я это конечно же Максимально пытаюсь Передавать вам В своих видео Надеюсь вы это цените Но все равно Очень много Тех нюансов Которые просто Ну невозможно Снять Или Все вспомнить И так далее То есть нужно Какое-то время Действительно Повариться в этой теме Полностью узнать Этот бизнес И только после этого Принимать решение Хотите ли вы Вкладываться Или нет Поэтому Ребят Можете не писать Бизнесмены Ну как бы Здесь так не работает Здесь в любом случае Никто за вас Вести бизнес не будет Поэтому Для начала узнаем Стажируемся Практикуемся И будет вам успех Сейчас Я нахожусь На Доправке Пайлот Примерно Где-то В часе езды От Шарлот И сейчас Быстенько Схожу в душ Искупаюсь И продолжаем движение Нам ехать Еще 6 часов Сейчас время Восемь утра Ну мы вроде Везде все успеваем Поэтому Я как говорится Прям сильно Не спешу Поэтому Поскольку я не был Вчера в душе Весь день Я хотел бы Сегодня Быстренько Сходить И начнем Работный день Всем привет друзья Прежде чем Вы начнете смотреть Выпуск Про пикап траки И мою работу Я хотел бы вам Показать Совсем Тоже Немаловажную Информацию И рассказать Вообще Как Правительство США Дополнительно Тоже помогает Гражданам И не гражданам В общем Всем жителям США В данном случае Нью-Йорка Как можно экономить Экономить бюджет На бесплатной еде Это буквально Две минуты Я покажу Сколько Можно взять Бесплатно Еды Можно брать Ее Прямо Ящиками Не переключайтесь Желаю Приятного просмотра Ставьте Чаюху И погнали Такой объем Еды На двух Человек На три Дня Дальше Салатики И здесь наборчик С яблочком С сыром За моцарелло Орешками Два салата И вот Еще Дополнительно Дальше Ну что друзья Приехал я на место разгрузки Здесь небольшая есть проблема Это город Атланта Природа Все красиво Температура По ощущениям градусов 25 Вот Но если такой серьезный спуск Он наверное на видео не видно В принципе Ничего такого Прямо сверх критического Но я не хочу там разгружаться Потому что дом Где-то прямо Вот в низине И Я лучше Я принял решение Здесь остановлюсь Сейчас здесь Сделаю разгрузку И на Хаммере Доеду туда То есть ничего По проблемам Я думаю не будет Поехали на Хаммере Еще на Хаммере Мы не ездили Да Как ты знаешь Русский? Где ты Учаешь русский язык? Я учитываю Ученка В Калифорнии В Калифорнии Слово? Да Она из России Да Вау В Москва Вау Я живу в Москва 12 лет 12 лет Да Очень холодно Да Да На самом деле Очень порядочный Такой человек Прикольный Еще и сказал мне По-русски Пару слов Меня очень сильно удивило Очень радостный За машину О, сэр Спасибо Я могу Смотреть Что у него тут припарковано Какие еще машинки Прикольные Чувак любит Экзотические Такие прикольные Автомобили Видите Это трицикл В общем Таких Хаммеров Всего Было Четыре Выпущено Четыре тысячи Штук Этот Уникальный Хаммер Стоит Шестьдесят Тысяч Долларов Вообще Цена их На рынке Около Тридцатки Тридцати пяти Как видите Вот я довез его В целостности Сохранности Даже не развалив Этот прицеп Сейчас Как вы видели Американец Мне предложил пивка Вот Но я Показал себя С такой С хорошей стороны Что русские Не пьют И нам нельзя Вообще Ну тем более Ну реально Если по работе То как бы Пиво даже возить В салоне нельзя Поэтому Да я и не особо Его хочу Сейчас такая жара Не особо Как говорится Я просто отказался В надежде на то Что он может быть Даст Чаюху Потому что Пиво Это всего лишь Четыре доллара А Чаевые Надо давать Как минимум Двадцать Но он не дал Поэтому Сейчас ждем Новый груз На Флориду На На Майами Ну а пока Не теряю времени Немножечко Занимаюсь Подтягиваясь Правда Жара в трейлере Просто ужаснейшая Вообще Вот у них Коренные Жительницы Атланты Как бы Я не знаю Честно Нам вроде Русским Вообще похер Да Но кто-то Наверное Посчел Что здесь Опасненько Вот например Вот как Вот два парня Сейчас вот идут Такие У всех Там свисшие штаны Все идут С какими-то Непонятными Делами Там Ну короче Не знаю Вам наверное Видно Конечно Сейчас все Диванные герои Проснутся Скажут Да ничего Вообще Ничего тут Страшного Нету Страшного Ничего Абсолютно Нету Ребята Я сейчас Более того Я сейчас Пойду Покупать Еду Вот там Я приехал В заведение Абсолютно Ничего страшного Нету Но вот такие Персонажи Вот которые Ходят Вот тут Вот смотрите Вот он Сам собой Видите Ржет Ну не сам собой Ну короче Непонятно Обколоты Такие люди Вот они Конечно Выделяю Вызывают Какое-то Некое Опасение И чувство Собственного Сохранения Знаете Еду я взял Еда Стоит По-моему Total Мне вышла За 10 долларов Да 10 долларов С лимонадом Это типа Комбо Сейчас Откроем С вами Посмотрим Но выглядит Очень Увесисто Прямо Пипец Как Увесисто Так что Давайте Посмотрим Как выглядит Американская Порция О Картошка Одна А Здесь Отделено Здесь Просто Отделена Картошка И Крылышки Бафала Ой Барбекю 10 крыльев И дохренища Картошки Я знаю Что это Неправильная Еда Но здесь Попробуй Найди Нормальное Что-то Сейчас Очень много Что закрыто Это Ближайшее Что я нашел Хороший Рейтинг Ладно Короче Пишите Все Что хотите Но Я Очень Голодный Поэтому Хочется Жрать Вот Приходится Это Есть Смотрите Кого Встретил Какой Красавчик Сидит Смотрите Какой Красивый Триумф Вообще Заведение Здесь Прикольные Байки Стоят Короче Пацаны Наши Русские Люди Хитры На выдумку Или как Там Это Говорится В общем Я Сейчас В Атланте И у У меня Свободный День И я Решил Помыть Своего Кабана Заехал На Такую Чудо Мойку Сейчас Покажу Припарковал Трак Но Заехал Я Туда С Прицепом Давайте Сейчас Покажу Как Это Все Выглядит Очень Интересно По Высоте Я тут Не Прохожу Но Я Как Говорится Все равно Залез Вот Так Это Выглядит Трейлер Торчит Здесь Он Поверху Не Пройдет Получается Ну И там Я Не Выйду Но Не знаю Если честно Наш Человек Как Говорится Сперва Лезет А потом Думает И Вот И Я Такой Же Но Я Думаю Все равно Я Если Что Потом Задом Выйду И Все На Мойке Никого Нет Аутентично Все Так Необычно Сейчас Будем Мыть Кашалота Субтитры как говорится жизнь удалась открыл багажник здесь у меня кровать я так офигенно сдвинулся просто удобнейший сижу взялся чипсиков пивасик и приготавливаясь идти в самую прикольную невероятную сауну которая вообще когда-то был просто она невероятнейшая это корейская сауна которая работает 24 на 7 которые можно 24 часа провести времени там я скорее всего спать нера не буду опять чем черт не шутит как говорится вот она красавица смотрите как называется ребята все кто будет в атланте рекомендую вот прям забивайте это сауна просто топчик вообще здесь можно 24 часа на 7 отвисать она нереально комфортная классная вообще все необычное выдают одежду есть общее место где вы паритесь и чилите отдыхаете такие с разными вигвамами и есть место где чисто мужики это можно побриться помыться попариться в разных парилках сейчас пойдем ну что ребята вот я уже попал попарился нормально сейчас вышел из мужской зоны где нельзя снимать потому что там все голые ходят там безлимитные полотенца можно брать зубные щетки каждые 15 минут проходят и брызгают все перила все ручки ручки и так далее спиртом таки коронавирус и так далее ну и вообще просто обеззараживают сервис как бы очень хороший парилки есть турецкая есть русская несколько джакузи плита для лежания также есть массажи вот на самом деле как она все выглядит покажу вам немного то есть одна баня 2 все соленая сауна какая-то еще сауна также есть массажная комната есть тренажерный зал все это стоит 30 долларов на сутки ну вышел я из этой сауны как сейчас немного заснял там вообще разговаривать нельзя полная тишина там люди занимаются йогой и так далее растяжкой вся она полностью выложена из больших огромных камней из соли очень приятно сейчас пойдем еще следующую следующий еще там две есть здесь комната я уже устал ходить здесь еще есть айс рум айс рум короче холодная для пингвинов если мы не сможем добавить Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok